всем привет котики слава украине слава вооруженным силам украины кто не спрятался я не виновата это я вам оккупанты буду выедать ваш мозг ложечкой и причавкивать от удовольствия правда мозг у вас абсолютно не полезный и не питательный потому что гнилой понеслась дорогие друзья сегодня у нас необычная история про поездку президента россии на оккупированную часть херсонской области и как всегда у нас есть немного эксклюзивных подробностей оказывается владимир владимирович путин совершил эту поездку не после как он рассказывал всем а до праздника пасхи но как говорится лучше поздно чем никогда а может быть президент просто перепутал даты кто знает кстати у нас есть свидетель который был на месте происшествия и рассказал нам что путин пытался прикрыться своей любимой маской самого себя но видимо забыл что камера наблюдения ничего не пропускает но шутки шутками а поездка путина на оккупированную территорию вызывает много вопросов что он там делал в любом случае нам остается только гадать что произошло на самом деле но одно можно сказать точно поездка путина вновь вызывает волну недоверия и споров как и многие другие его поступки сори не удержалась я столько раз уже писала про это пляшивое чмо его поездки знает зачем и знает куда что попросила написать эту новость чат gpt кстати получилось довольно иронично но пресноватенько мало эпитетов и аллегорий типа гандон штопанный мразь подколодная человеку ретро менструалка медведицы двойник жопы гнидник в теле фурункула короче просто расставьте это все по тексту и можно меня в соавторы добавить а без этого всего вышла как сюжет в москва кремль и путин теперь понятно как они это пишут сейчас вспомним эти моменты но прежде еще один момент который мы посмотрели за кадром стартовала серийное производство в татарстане началось челось 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 я эмпирическим путем доказала что пашка зарубин нейросеть соловьёв нейропетух в нейропиджаке ой простите пинжаке потому что пиджаком назвать это у меня язык не поворачивается кстати у меня к чату gpt тоже вопросики почему так уважительно к международному преступнику владимир владимирович и почему в чат нельзя дать запрос на имя владимир путин потому что видите ли это кого-то может оскорбить смотри мне gpt а то я на тебя как порохоботов натравлю они тебе всю нейросеть вымотают а когда за да и подтянутся вообще пиши пропало ладно вернемся к росте это чучело типа приехала в украину что очень сильно не факт но даже бронированный двойник приблизился к фронту аж на 130 километров официально ксерокс террориста номер один побывал в штабе армии на арабатской стрелке за крым заныкался храбрейший из храбрейших лишайников а зеленский опять дал бледному насекомому ментальную оплеуху и в это же самое время посетил авдеевку поддержал наших военных практически в пригороде донецка зуб даю потому что сама там было ребята донецк ну очень близко хороший заголовок спустя год после массированного вторжения россии в украину президент украины в пригороде донецка из мордора пасха уехала а сатанисты остались партия единая сосия отправила чмобиком на фронт посылку с иконками путина вы блять не ослышались эти люди еще хотят остаться в нашей киево-печерской лавре шут еще за новый святой великозалубник вальдемар господи у тебя сейчас отличный шанс доказать что ты есть один короткий удар молнии в несколько десятков гигаватт в одно маленькое лысая темечка чтобы она стала горящим кустиком и выдала своему скаженному народцу 10 новых заповедей для русских не и не смотри телевизор не заводи машину когда пьешь пиво в гараже не обсыкай лифты не зачинай ребенка под мефедроном не бей первым бабку в очереди в поликлинике не спрашивай почему проволока от шампанского называется мюзле не возжелай киркорова не ешь замороженные пельмени никогда ни при каких условиях что бы не произошло не нападай на украину иначе тебя придет свергать губарев мы рассержены тем что мы идем от поражения к поражению в оккупированной части херсонской области местные рыбаки жалуются что орки спиздили у них все лодки зачем недоумевают рыбаки оказывается это гауляйтер сальдо дал срочное распоряжение изъять маломерные судно и лодки в пользу армии оккупантов они что на этих лодках будут по степи вот это суслики охренеют утром что будет если русские одну секунду не будут воровать у них отпадут соски и позвоночник провалится потому что это аномалия на генетическом уровне гибрид баклажана и жареной мойвы владимир опорочивший прекрасных птиц соловьев тайна посетил донбасс чтобы попить в громкоговоритель этот амбассадор музея кала записал обращение к нашим солдатам твою веру предали твою лавру растоптали гомосексуалисты танцуют на крещатике какие же они тугие на непробиваемые дебилы уже девятый год идет война они все еще пытаются нас запугать геями на улицах и церквями на что они вообще рассчитывают что наши солдаты сидят такие в окопах и говорят что серьезно кей по улицам ходит а что в украине уже разрешили гастроли баскова и киркорова в тупую одно и то же уже ржать даже над ними устал пацаны когда будете брать соловьева в плен помните это очень скользкий тип поэтому сразу облейте его обезжиривателем и привяжите к пензе а если будете его брать в пензе то там и пензу найдете а теперь моя любимая рубрика блиц в россии отменили акцию бессмертный полк шо наконец-то поняли что полк оказался смертным и не один и ветераны на палках помолодели бывает зато если передумаете есть лайфхак как быстро фотки ветеранов распечатать заходите фильм властелин колец возвращение короля ставите на паузу там где армия орков под стенами и оттуда тысячи картинок нагребайте для парада когда люди идут себе очень плохо злые не верят в господа не живут как учит нас библия они заслуживают смерти а так амалята происходит в соседнем там государстве кто не верит в бога того нужно убить простите об этом в какого бога верите в пакет салькуа для рудстеки припшженые и эти рукой выполнил приказ убил детей понимаешь по приказу то что ты видел на этом видео это ну это бред ну ерунда я тебе скажу тогда это жестоко то что мы творили когда заходил солидар и упахло вот это была сцена давали команду нам дали команду зачистить и уничтожить всех ужасное свидетельствование вагнеровцев о том как они убивали мирных украинцев детей женщин и стариков по личному приказу пригожина должно было произвести эффект бомбы в россии кстати если вы еще не видели этого ужаса зайдите на мой личный канал я не на соколова и там посмотрите все эти признания короче в россии это все прошло незамеченным в россии всем пофиг никто не возмутился не удивился не застрелился от ужаса им там всем они продолжают жевать репу и смотреть малахова я уже давно говорю что это не страна и не народ а вот представьте себе словосочетание за которое точно забанит youtube и сервер с аккаунтом просто сгорит вот это я и имела в виду нынешние наши правители они сами не верят то что говорят это чувствуется извините когда главный пропагандист от патриотизма это маргоша симоньян абсолютно разложившаяся алкоголичка или там недавно там антон красовский был у нее тот же самый открытый пропагандист и был одним из главных патриотов но о чем можно дальше хочу на без каждый день продолжайте в том же духе когда русские поймут что они проиграли точнее сколько нужно положить русских чтобы они признали что дело дрянь много очень много абсолютно не понимаю не в украинской не в западной мысли стратегичные они абсолютно не понимают того факта что для россии не существует понятия неприемлемых потерь ну его просто нет поэтому война в любом ее виде может продолжаться сколько угодно россия никогда не жалела русских это государство создана исключительно для уничтожения русских россия со всей своей агрессии и ненавистью к другим народам больше всего убила именно своих русских никому не удалось убить столько русских сколько россии украина пока по ликвидации русских на втором месте но мы стараемся хотя фора у россии вековая ни в одной войне русские никогда не считали своих людей это было есть самый дешевый и доступны для них ресурс его не нужно добывать там что-то изобретать закупать она сама рождается срет пьет и портянки наматывает иногда можно даже не кормить главное побольше церквей и сказать что литература у них великая бог что половина читать не умеет даже в тех войнах в которых россия одержала головокружительные победы она потеряла людей гораздо больше поверженного врага 1917 1922 года гражданская война в российской империи самая кровопролитная гражданская война в истории человечества по разным подсчетам погибло от 10 до 17 миллионов человек такую цену заплатили большевики за победу пролетариата столько стоило создание советского союза еще 70 лет в ссср начало гражданской войны было самым главным государственным праздником ура надуваем шарики будем отмечать гибель 17 миллионов по факту большевики победили но кто же в россии будет считать какой ценой ребят я сейчас продолжу только сделала паузу потому что мы наблюдаем за тем что не все подписаны на проект который мы делаем вы смотрите но забывайте подписаться поэтому подпишитесь пожалуйста прямо сейчас и смотрите наши выпуски каждую неделю сделали точно молодцы советская финская война формально ссср ее выиграла и отобрала у финляндии часть территории но как победила у финнов тупо закончились патроны и затупились ножи им просто больше нечем было убивать русских захватчиков россия там потеряла столько людей что в карелии до сих пор столько не живет к этой войне в прямом смысле можно отнести фразу завалили противника телами вторая мировая война адский ад советский союз потерял только военных 8 миллионов 600 тысяч человек убитыми это только убитыми к сожалению в эту мясорубку под управлением кремлевских дегенератов попали и украинцы самое страшное что для русских эти масштабные потери повод для гордости они этим гордятся а мы больше всего во вторую мировую войну потеряли на кося вкусе ли американцы всего 400 тысяч а мы 8 лямов ёпть мы сила хотите повторим хотим все хотят повторите такое как под ржевом в 1942 году самая ужасная и забытая битва на планете земля сталин бросил в атаку на немецкие позиции полтора миллиона солдат целый год людей безрезультатно гнали в атаку волна за волной группы образовывали буквально геологические пласты тупо в лоб потому что что люди есть ума не надо в итоге союз потерял там миллион сто тысяч человек миллион сто тысяч сейчас русские то же самое делают со своими солдатами на донбассе наши воины убивают волну за волной а те как бараны продолжают идти вперед сколько нужно убить русских чтобы они задумались его знает возможно достаточно будет убить только одного на этом все и в конце по традиции дискуссионные видео вопрос к раз в тринадцатом году я встречался с людьми виктором медведчука и мне на уровне из бру только тех кто за россию было предложено стать кандидатом президенты украины до зеленского зеленский еще не было сериала это его раскручивали англосаксы как бы называлась политическая сила джигурды ответы пишите в комментариях и если вы хотите чтобы мы уже начали готовить жовта блакитную черчхелу на летний морской сезон в крыму подписывайтесь на мой канал ребята не забывайте становиться нашими патронами я расскажу вам как работает эта система вы наши главные инвесторы весь продукт который вы видите на канале вечер создается вами зрителями вы инвестируете в нашу работу вечер не финансируется никакой частной организации каналом не знаю депутатом и депутатом и политиками ну в общем всеми теми людьми которые могут на нас влиять мы свободны потому что у нас есть вы спасибо огромное за поддержку патреон янина соколова подпишитесь прямо сейчас смотрите новости вдумчиво целую вас котики слава украине слава в су и до встречи на следующей неделе пока до встречи на следующей неделе пока пока Субтитры создавал DimaTorzok